Поговорим о том, когда придет Машьях. Тема очень актуальная. Я слышал, что у вас был спор во время экскурсии и мнения разделились. Но я не буду добавлять свое мнение, просто посмотрю по первоисточникам. Прежде чем человек имеет свое мнение, даже ссылается на мнение какого-то уважаемого своего раввина, он должен знать, что написано в первоисточниках на эту тему. И вот один из первоисточников, у меня здесь перевод на русский язык, это Рамбам Мишна Тура. Думайте, есть какие-то погрешности, записи. Рамбам Мишна Тура, часть 14, книга Судей. И вот что он говорит. Когда придет время, когда встанет царь-помазанник, и царство не вернется к дому Давиду, правившему прежде. Этот царь построит храм и соберет еврейскую диаспору со всех концов мира. И так далее, и подобное. То есть первое вот это положение, это закон, да, который он пишет. Как придет время, когда встанет царь-помазанник. То есть тут он даже не говорит, когда это придет, это придет. Царь-помазанник, почему он называется помазанник? Потому что в Машех происходит, как вы знаете, от слова лимшоах. Лимшоах – это помазать. Так как в других языках, я думаю, это особенно в русском известном, нам это превратилось в Мессию. Но это искаженное Машех. Машех – значит, правда, когда мы говорим помазать масло на хлеб, мы говорим лимроах. Помазать масло на хлеб. А очевидно, когда речь идет о жидкостях, это помазать лимшоах. То есть берут елейное масло, то есть оливковое масло, которое мы покупаем в магазинах. Здесь, правда, и здесь продаются оливковое масло разных сортов, но есть очень много израильского производства. Как вы знаете, все это важной частью служения в храме – это было именно зажигание свечей из оливкового масла, которое собирали, как правило, в районе Гелилейских гор. Там говорят наиболее сочные такие маслины. Его, значит, ему льют немножко здесь на темечко и мажут. Ну, какая-то такая буква, типа буквы Г савиатской. Я уже не знаю, как это, откуда это. Но так, на самом деле, откуда мы знаем, что такая традиция или образ посвящения царя на царство – это порок Шмуэля, книга Шмуэля, когда он помазывает царя Давида на царство. Сперва Шауля, а потом он меняет Давида. Поэтому вот это помазание звучит, конечно, очень по-христиански. И, кроме того, еще говорят о Мащея от слова Лаущея. Это созвучно. Возможно, я сейчас думаю, что, возможно, по-русски берут второй корень. Мащея – Мессия. От слова Лаущея что такое? Лаущея – Лешуа. Спасение. Спаситель. Царь-спаситель. Царь-помазанник, царь-спаситель. В каком-то смысле это, если не однокоренные слова, но это сходные понятия. Теперь он говорит о том, «Тот, кто не верит в его приход или не ждет его, не только пренебрегает пророчеством Танаха, но и отрицает Ару. И пророчеству Машарабейну сказано, в Таре сказано, «И вернет Господь Бог твой пленников твоих, и утешит тебя, и вернешься, и соберет тебя и всех народов». Вот это предсказание, которое мы будем читать в книге «Дворим», Парашад в Ельях. Правда, здесь не сказано о Господе Боге, не о Машиахе. Это он сам проведет. Поэтому здесь интересно, что Рамбамма привел эти строчки о том, что произойдет какое-то событие, когда будут собираться все изгнанники. Ну, поскольку мы сейчас живем в стране Израиля, в государстве Израиля, в котором есть, в общем-то, население приближается к 10 миллионам человек. Когда я приехал в Израиль, здесь было 4 миллиона. А когда создавалось государство, как вы знаете, здесь было с трудом полмиллиона. То есть, очевидно, есть процесс собирания изгнанников. Правда, из этих 10 миллионов есть и какие-то, скажем, случайные люди, скажем так. Но все-таки основная масса – это действительно люди, которые собираются и приходят. Поэтому собирание кибудь-голует считается одним из признаков прихода спасителя, помазанника Божьего или машеха, как угодно. Значит, таким образом, в этом параграфе 2, 11 главы, мы совершенно определенно видим обязанность каждого еврея верить в то, что придет спаситель еврейского народа. Царь из колена Давидова, сейчас дальше мы об этом почитаем, но это стоит запомнить, это митцва из Тары. Когда человек говорит, да, ну, там, машех, он говорит, это отрицание Тары. Причем, как всякая вера, эта вера должна быть актуальная, напряженная. Не то, что там, ну, когда он придет, а то, что мы понимаем, что может прийти, мы дальше посмотрим, если успеем, как бы цитаты из Талмуда, в котором очень четко показано, это обязанность. Какое-то, что подразумевается под словом машех. Мы уже читали, сейчас мы читаем об этом. Немножко опоздали. Значит, видно, что здесь, во втором параграфе, он приводит, во-первых, обязанность быть уверенным и знать, и ожидать конкретно, что придет машех, помазанник Божий. И, кроме того, он описывает процесс, когда сам Ашем соберет твоих пленников. И договорят, что Ашем вернется с тобой из изгнания. Так объясняет Раши, на основании другого Медраша, что это показывает, насколько это будет сложный процесс, что у каждого будет своя собственная судьба, своя собственная история, каким образом Ашем его приводит, как будто бы лично. Каждый, кто приехал сюда, может вспомнить действительно, как это было не какой-то массовый поток, а у каждого была своя личная судьба. Причем Ашем лично участвует в его приводе. И это, пожалуй, коррелирует с одним из положений, которые приводятся, вот здесь у меня, таму до Бавли, Санедрин. Там говорится о том, что, посмотрим немножко мнение по поводу того, когда придет этот Спаситель. И одно из мнений называется мнение Раби Илеля. Но это не Раби Илель, старец Илеля, это другой мудрец, который говорит, что он уже больше не придет в Машиах. Потому что евреи не воспользовались, народ Исраиля, не воспользовался в нужное время такой возможностью и опцией. И поэтому нам наговорить самое Ахлу, Исраиля Тамашиах, съели его. То есть, как бы то, что факт, что не воспользовались, была возможность, ситуация. Придет, поэтому объясняю так, что теперь сам Кадош Буруху лично будет участвовать в освобождении народа Исраиля. Уже не через посредника, а сам лично. Таким, по-моему, вот как раз то, что говорит Исрам Бам, именно отражает этот взгляд на вещи. Он доказывает о обязательности спасения еврейского народа как раз из тех отрывков, которые говорят, что и вернет Господь Бог твой, пленников твоих, и утешит тебя, и вернешься, и соберет тебя из всех народов. То есть, видно, что здесь он как раз приводит эти срофы, которые говорят о участии Ашема в спасении и освобождении народа Исраиля. Теперь в двух словах авторитетности этого источника. Мы знаем в науке, и не только в науке, в любом месте, когда ты начинаешь цитировать чье-то мнение, надо объяснить, почему именно это мнение мы цитируем. Мы все знаем, конечно, имя Раби Моше бен Маймона, Рамбама, все его уважаем, но не обязательно все еще понимают, насколько это крупнейший авторитет всех времен. Дело в том, что, как говорят, мудрецы говорят, от Моше до Моше не было подобного Моше. От Моше Рабейну до Моше бен Маймона, Рамбама, не было ничего подобного. То есть это явление исключительное. Можно сказать, даже как бы, ну, так же, как и Моше Рабейну, как бы, полагает он, типа Малаха, да, так же и Рамбам. А Рамбам, он, как мы знаем, его главный труд, это 12 томов законодательной системы, Мишне Тура. Правда, мы больше пользуемся то, что называется Шелханарух. Рамбам написал этот Мишна Тура на основании Талмуда в начале 13 века. Как измаем, Раби Иосиф Коро написал свой труд в середине 15 века, то есть больше, чем, скажем, через 300 лет. Но основывается он снова в своих трудах в значительной степени на книгу Рамбама. Чем отличается положение и аллахот Рамбама от положения Шелханаруха? Тем, что Рамбам, Раби Муше бен Маймон, я это специально так стараюсь произносить четко, потому что есть еще Рамбам, Раби Муше бен Нахман, это не Раби Нахман из Браслова, поскольку это как бы, Нахман это как бы, еврейское имение, связанное обязательно с Браслова. Он жил после Рамбама, да, и тоже великий мудрец, вот, но мы здесь говорим о Раби Муше бен Наймон, и он, значит, в отличие от Раби Юсавкаро, написал и записал все законы, которые касаются и будущего времени. Как говорят, Раби Юсавкаро написал Шелханарух, соотносительно существующего положения еврейского народа в Галуте. То есть, то, что вот мы должны делать конкретно, или то, что должны были делать евреи конкретно, Таруб Мааза, в 15-16 веке. А Рамбам даже сказал и на будущее, поэтому Шелханарухе, Раби Юсавкаро, ничего о приходе Машиаха не говорится, поэтому Рамбам в этом смысле является основным законодателем, и надо подчеркнуть, поскольку движение Хаббада очень сильное, что для Хаббада Рамбам тоже является крупнейшим законодателем, и специальное изучение, постоянно, ежедневное изучение каких-то отрывков из Рамбама. Как бы я в этом смысле, я показываю, насколько это авторитетное для нас, пожалуй, суперавторитетное еврейское мнение. И поэтому он продолжает и говорит следующее. Ну там, скажем, вы найдете, эта книга находится здесь в библиотеке, вы можете ее читать, я вам все подряд не буду цитировать. Вот он говорит в шестом положении, 11.6. Да не возникнет у тебя мысль, что царь-помазанник Машиах должен совершать чудеса и знамения, создавать нечто, чего не было в мире, воскрешать мертвых и совершать другие подобные вещи, как говорят глупцы. Это не так. Ведь Раби Акива, мы говорим, что Раби Акива – это середина II века Новой эры, Раби Акива был великим мудрец из мудрецов Мишны, то есть он был один из авторов Мишны, следовательно, и Тавмуда, и он стал оруженосцем, как бы, Барковба, в том смысле, что он помогал этому человеку в восстании против римского Иго в 1335 году. Барковба царя и говорил о нем, что тот Машиах. То есть, почему он говорит об этом так актуально? Потому что Раби Акива, как великий мудрец, и его мнение было очень авторитетно, он вполне допускал, что Барковба, который руководит еврейским восстанием, он и может быть спасителем еврейского народа. И он, и все мудрецы его поколения считали, что тот Машиах, что тот Машиах, пока он не был убит за свои грехи. А когда его убили, стало ясно, что это не Машиах, и не просили у него мудреца, у этого мудреца, ни чудес, ни знамений. Вот как бы, смотрите, на что обращаетесь Рамбам внимание. Барковба ввел, как бы, хорошие военные действия, и, как сейчас известно стало, что даже некоторое время, около года, он владел Иерусалимом, то есть, изгнал римлян из Иерусалима. Но больше чудес он не делал. Военные успехи – это еще не чудеса. И для Раби Акива тот факт, что он руководит восстанием против чужеземного ига и побеждает в войнах, был уже достаточным, как бы, намеком на то, что, возможно, Барковба – это и есть тот освободитель, которого послал нам Ашем. Не ожидая от него никаких специальных чудес или каких-то неизвестных событий мистического порядка. Общий принцип такой, говорит дальше Рамбам в следующем пункте. «Законы и правила этой тары неизменны навечно и навеки веков, и не привляют к нему, и не убавляют от них, а каждый, кто прибавляет или убавляет, или объясняет по-своему, или придумывает слова, заповеди, смысл, которого они несут, несомненно, злодей и вероотступник». В этом смысле он еще, как бы, не переживает время Шабтая Цви, как вы знаете, Шабтая Цви был во времена, как бы, кто-то хочет вспомнить, это было накануне бунта Хмельницкого. И даже объясняли, что то, что евреи поверили в Машеха Шабтая Цви, шли за ним огромными количествами, за это вот такое было великое наказание, и такие колоссальные погромы, сотни тысяч человек были убиты. Почему? Потому что, действительно, в этом смысле Шабтая Цви, который был великим ученым и каббалистом, но он стал отменять положение, отменил Тишабев, например, память Тишабеве, поскольку он сказал, «Я пришел уже, я вас пришел освобождать, и поэтому нет необходимости больше отмечать как бы это разрушение храма Бейт-Микдаш, то, что скоро у нас будет возник. Как вы знаете, 17-го Томуза у нас начинается три недели памяти о разрушении Бейт-Микдаша, и вот когда многие люди сейчас живут в современном Израиле, и особенно когда приходит на Тишабев, Кас, к стене плача, и видит такое огромное количество людей, это превращается в своего рода даже какое-то торжество встречи, люди радуются, правда, они не поели, не попели, но рады встречам с друзьями, и вообще это как бы масса людей, которые как бы вызывают воодушевление и энтузиазм, но тем не менее, слава Богу, никто не посягнул на то, чтобы сказать, ну вот уже, вот собираются, зачем нам нужно помнить о разрушении храма? Нет, вот, это сказал Рамбам, запрещено понимать. Теперь, таким образом, уже на принципе, который выдвинул Рамбам в пункте 6, когда он говорит, что полагали, что это Барков Бон и Еси, освободитель еврейского народа, значит, как бы это предполагалось, что этот вопрос устанавливается опытным характером, фактическим характером, да? Сперва ты предполагаешь, что вот, возможно, это человек, очень удачный политик и так далее, и подобное, возможно, это и есть посланник Сашему. Когда мы говорим спаситель, да, это не как бы не то, что понимают христиане, мы имеем в виду, спаситель еврейского народа, который спасает их из Галута и привозит их в Эрес Исраиль, начинаются все процессы возрождения народа Исраиля. Это то спасение, которое вполне как бы реально, это не нечто мистическое. Вот есть такое, сейчас он об этом говорит, да? Я просто хочу поставить это, как бы объяснить слова Рамбама, который, как бы, говорит это очень практически не теория какой-то, поэтому говорит никакой мистики здесь нет, это все реально. Если появится царь из рода Давида, изучающий Тару и выполняющий заповеди, как предок его Давид, в соответствии с письменной и устной Тарой, и заставит он весь Израиль следовать его и укреплять изучение Тары. Значит, теперь смотрите, это восьмой пункт, он говорит, если появится царь из рода Давидова, когда наличие царя предполагает, что есть какая-то власть, да? Есть один царь, да? Другой царь, третий царь, наконец появляется царь из рода Давидова. Значит, это первое условие, что человек, который, вот еще вернусь немножко к этому, что мы видим, что Роман говорит конкретно о ситуации, когда есть цари, или, скажем, правители, руководители в стране Израиля, в государстве Израиля, потому что нету, если как бы, если идет о царе, ведь трудно представить себе, что будет какой-то царь, скажем, в Германии или в Болгарии, это не будет еврейский царь, понимается, царь это человек, который правит, но он не обязательно может быть из рода Давида. Правда, я как-то говорил с известным специалистом по Бейт Микдаш, современному раввину, Рафзал Малкорен, мы обсуждали создание какой-то партии царя Давида. Я сказал, но это надо, знаете, есть специальный такой клуб потомков царя Давида, который имеет какие-то документы, фиксированные, которые показывают, что они произошли от царя Давида. Ну, это как бы сейчас довольно трудно, но поскольку известно, что Раши был потомком царя Давида, и мораль был потомком Раши, поэтому можно достаточно свести себя к моралью или к Раши, и это уже свидетельство того, что ты происходишь из рода царя Давида. Можно было бы провести даже проверки ДНА, как вы знаете, провели проверки ДНА у Куаним, и оказалось, что больше 50% людей, которые называют себя Куаним, по-моему, около 70% являются носителями той же самой генетики. Вот интересно проверить этот клуб царя Давида, но что мне сказал этот рак Монкорен. Просто он говорит, Давида Меллах, как вы знаете, был в 10 веке до новой эры, прошло с тобой времени 3000 лет, и он говорит, все переженились между собой, поэтому каждый из евреев, галахических евреев, является носителем семени царя Давида. Все могут претендовать на то, чтобы они были бы уже в этом смысле каждый еврей, если так говорить, он несет в себе семья царя Давида. Хотя здесь, когда говорит Рамбам об этом, он подразумевает, что есть какая-то родословная, которая доказывает его происхождение, но это не важно в данный момент. Вот что требуется от этого руководителя. Поэтому можно сказать в этом плане, царь как правитель, то любой правитель, любой премьер-министр Израиля, это даже актуально сейчас в современной сегодняшней политической ситуации, может оказаться, он фактически как бы по линии генетической наследственности может вполне быть из рода Давида, и он может быть хорошим главой правительства, но от него требуется что-то гораздо больше важное. Он должен сам быть человеком верующим, изучающим Тару, исполняющий заповеди, как пред... и заставить он, и заставить весь народ следовать ей и укреплять места изучения Тары, то есть строить Яшивы, строить как бы места изучения Тары. Вот что оказывается очень важным условием, как бы, как мы узнаем, что какой-то премьер-министр или президент Израиля является действительно потенциально возможным спасителем, освободителем миревского народа. Я говорю, здесь как бы надо, когда говорят спаситель, это звучит очень так уже по церковному и как бы общечеловеческому. Имеется в виду человек, который руководит и направляет освобождение еврейского народа из-за чужеземного ига и изгалута. Вот в чем заключается спасение. И естественно, когда дальше он продолжает и говорит и будет воевать с врагами Всевышнего, то можно предположить, что это Машех. Вот обратите внимание, что здесь какое-то динамическое, постепенное выяснение, как лакмусовая бумажка постепенно проявляется, что он Машех. То есть, скажем, если он большой талмит ха-ха, вот получится когда-нибудь, когда у нас большинство партий в Кнессити будут религиозными, и тогда выберут премьер-министра верующего человека, возможно, даже какого-нибудь Хабадника или Хорейдима или Шаса с большой шляпой, и он будет учить Тару и будет направлять бюджеты на создание новых ешив и помощь изучения Тары. Но еще очень важно, чтобы люди его слушали. Наталья Бенетт как раз вернут? Кто? Наталья Бенетт. Но здесь смотрите, что важно. Он заставит весь Израиль следовать Старе. То есть, он будет не только сам ходить с маленькой такой кипой, которую иногда трудно видеть, потому что надо встать на цифрочки, чтобы посмотреть, но он будет главный, что он, его главная политическая программа это будет то, что евреи скажут, евреи, вы хотите освобождение и спасение, изучайте Тару и исполняйте все законы Тары. И нет никакого возможности нарушать какой-то закон. Заставить. Вот это очень интересно. К сожалению, у меня нету под рукой ивритского варианта здесь. Но, насколько я помню, сказано в оригинальном тексте Рамбама он будет направлять. Я не знаю, почему здесь перевод не всегда очень точный, поэтому выбросим пока что слово заставить. Нет. 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 на самом деле есть, как вы знаете, пример из нашей истории, когда царь Хиския действительно повесил на входа Бейта Медраж, повесил меч и сказал, что тот, кто выйдет и не будет заниматься, значит, он будет наказан за это. Возможно, и это тоже, как бы, этот элемент присутствует. Хотя, надо посмотреть, я в следующий раз в Йомшини принесу оригинальный текст и представил прямо про оригинальному тексту. И второе требование, но это еще недостаточно, и будет воевать с врагами Всевышнего, как говорят, кто такие враги Ашема, враги народа Израиля, это враги Ашема. Почему? Потому что народа Израиля это народ Ашема, и те, кто выступает против народа Израиля, они являются врагами Ашема. И тогда можно предположить, он говорит, что это Машия. То есть, пока что еще только начинается какой-то, он описывает какой-то процесс, в котором есть какие-то начальные условия, но, как бы, есть тенденция, но еще до конца они не выполнены. Что же нужно, чтобы это было, как бы, окончательно? И если он преуспеет в своих начинаниях, народ его послушается и будет соблюдать Тару, и выполнять все законы, все заповеди, учить Тару, и с другой стороны он победит всех окружающие народы и построить Бет-Амикдаш в предназначенном львом месте и собрал евреев из всех стран Россия, это, несомненно, освободитель народа Израиля, то, что называется Мелаха Машия. Если он же не преуспел, продолжает он в девятом пункте до такой степени, или он был убит, очевидно, это, значит, очевидно, он говорит на примере Барковбы, очевидно, это не тот, появление которого обещано второй, а просто один из старей династии Давида, тоже может быть, да, праведный и достойный, который скончался, да, таким образом, как мы видим, это три условия, которого он выдвинул, что это потомок царя Давида, что это человек, который направляет народное изучение Тары, и что он побеждает во всех войнах, это еще не является окончательным доказательством, он должен преуспеть в этом, что говорит, много есть потом много евреев, достойных и праведных, которые скончались, а появление его, его Всевышний сделало испытанием для народа, как сказано, и даже среди разумных будут ошибавшиеся, которые будут сочетать и выяснять и прояснять, пока не придет срок, ведь времени его еще много, да, это он приводит из книги Даниэль, он говорит там, что да, как бы этот царь, как бы появится, какой-то руководитель, скажем условно, какой-то верующий премьер-министра Израиля, или президент Израиля, ныне существующего государства, значит, ну не надо слепо верить в то, что он и есть как раз этот человек, он должен, есть как бы практические, практическая проверка на деле, да, как мы узнаем, что это Машех, он сказал, первое, никаких мистических каких-то знаков с небес, да, а просто конкретные действия, и когда они преуспевают, эти конкретные действия прежде всего в двух направлениях, в трех направлениях, да, скажем, да, значит, вот отношение к Таре, второе, победа над врагами, это будет даже не просто временные какие-то победы, да, или даже какая-то, как бы, как говорят сейчас, Израиль, это, как бы, супердержава военная, этого недостаточно, надо так, чтобы все враги присели и больше не смели вообще, не помышляли покушаться на наш суверенитет, и третье, что начинается собирание изгнальников, да, интересно, что, если мы смотрим на современную ситуацию, как бы идет, ну, можно сказать, не все ведь изгнальники собрались, они все, евреи собрались в стране Израиля, поэтому есть какой-то процесс, и никто не отрицает, что мы живем во время прихода Машеха, но этот процесс может продолжаться и сотни, и две сотни лет, и даже больше, да, но есть какой-то процесс, и с другой стороны, действительно, народ Израиль живет в стране Израиля, и побеждает, но еще не победил окончательно врагов, и теперь он говорит в десятом пункте о Иисусе, и о Иешуа из Назарета, который воображал, что станет Машехом, и был казнен судом, порочествовал Даниэль, как сказано, и выскочки из-за твоего народа воображает себя способными исполнить порочество, и потерпит поражение. Может ли провал больше, чем этот? Ведь все пророки говорили, что Машех избавляет еврейский народ, и спасает его, и извращает на родину его диаспору, и укрепляет соблюдение заповедей, а этот стал причиной гибели евреев от меча, изгнания даже тех, что еще оставались на родине, поскольку, как мы знаем, это было, скажем, после разрушения храма, он продолжал действовать, и это еще как бы усугубило жестокость римлян и унижение их, и подменил Тару, да, ну, не будем на этом останавливаться, но не в силах мы постичь замыслы Творца, говорит в пункте 11, ведь наши пути не его пути, и наши мысли не его мысли, и вся эта история с Ешоа из Назарета, и теми шмалитянами, и шмалитянам он имелит Мухаммеда, который пришел после него, произошла только ради того, чтобы расчистить дорогу Машиеху, Машиеху и подготовить весь мир к служению Всевышнему, всем вместе, как сказано, ведь тогда обращу я к народам речь, понятную, чтобы все воззвали именем Господа, служили ему плечом, плечо, это из порога Цфания, то есть видно, что здесь он намечает следующую стадию прихода Машиеха, когда и другие народы последовать за ним и послушать его голоса. Каким образом уже наполнился весь мир знанием о конечном избавлении, то есть как бы сам факт того, что мы рассматриваем события в этом мире с историческом плане и понимаем, что весь мир, не только мы конкретно, как народ Израиля, ожидаем освобождения от чужеземного ига в духовном, культурном и политическом смысле, но и весь народ, весь мир страдает от сегодняшнего положения и ожидает, что придет какое-то спасение. Он говорит, что в постоянной слова Тары и заповеди и дошло эти знания до отдаленных островов и стало известно множеством народов грубых сердцев. То есть знают, но не исполняют, но это тоже ведь какая-то определенная ступень, какая-то определенная ступень развития человечества, что до этого вообще мысль о том, как бы, как правило, воспринимали мысль, скажем, или идею мироздания, как на примере в самом простом и греческой мифологии, что есть какие-то там боги на небе, которые борются между собой и в какой-то степени вот их войны, поражения и победы, все они каким-то образом влияют на происходящее событие. Сейчас весь мир, пожалуй, воспринимает происходящее событие как направленное к определенной одной определенной цели и спасение и избавление от всех наших несчастья, у каждого по-своему. Когда же появится настоящий спаситель народа Израиля и преуспеет и возвысится и возвеличится, то все сразу раскаются и поймут, что достоянием их отцов была ложь. Да, то есть он имеет в виду мусульмана и христиан, и что их пророки отцы били в заблуждение. И дальше в главе 19 он говорит в следующем. Да не появится у тебя мысль, что в дни Машиаха будет изменен какой-то закон природы или наоборот появится в этом мире какое-то что-то новое. Ничего подобного не будет. Законы мира не изменятся. А то, что сказал Ишаяу, пророк Ишаяу, и будет жить волк рядом с ягненком и тигр рядом с козленком ляжет, все причины, это все причины сказания. Смысл этого то, что Израиль будет процветать, мы в этом смысле как бы ягненок, которого нет возможности самостоятельно защищаться. Все Израиль будет процветать в безопасности, несмотря на наличие в мире злодеев, образы называются волками и тиграми. Это злодеи, которые покушаются на род Израиля, как сразу волк бандитских засад, тигр, выслеживающий города их, это земля в Анави. Теперь я вам хочу дальше процитировать несколько интересных, как бы вот эта книга действительно в библиотеке у нас, вы можете ее читать, если кто-то может читать в подлиннике, это более приветственно, потому что автор не всегда точно в переводе. Я бы хотел спросить, потому что мы не до конца спрятали эту тему, но другие народы поймут, что да, вот как бы Тора это истина, как бы учитывая истина от самого Бога, они это поймут, и что они... Знаете, вот как вы правильно сказали, моя цель сегодня говорить о народе Израиля. Все эти дальнейшие проекции, все это далекое будущее, поэтому как бы это меньше меня интересует, лично меня. Вы можете почитать, здесь он чуть больше рассказывает об этом. И вот я, что еще очень интересно, мы говорили на прошлом уроке про Медраж. Есть очень интересная история, которая связана с тем, что мы говорим. Вы, может быть, слышали, и поэтому не случайно я упомянул имя Рабиму Шебен Нахмана, который жил через сто лет примерно после Рамбама. И вот там известная история, когда его вызвали на диспут с одним выкрестом, который когда-то учился в Яшеве. По-моему, ему звали Пабло Крестьяне, вот так он сам был. Наверное, Пабел, это как правило на еврите, это Шауль, да, крестьяне, окрестившийся Павел. И вот, поскольку он знал немного Талмуда в Медраж, то, значит, он устроил этот диспут по требованию церкви в Барселоне. И вот, значит, царь в Барселоне, там есть даже какие-то живые описания, как пришло все духовенство. И что должен был доказать этот Мишумет, то есть человек, который отошел еврейской веры, называется Мишумет, он должен был показать, что в еврейских книгах уже сказано о том, что Иисус это вот тот и самый Машия. И что как будто бы евреи знают об этом, потому что это записано в их книгах, но они в этом смысле как бы намеренно отрицают, занамеренно отрицают сам факт, да, и таким образом они, то есть мы являемся вероотступниками, понимаете, сама идея показать, но вы же евреи знаете, что вот написано в ваших книгах, что Иисус действительно такой помазанник придет, и вот смотрите, он уже реально пришел, поэтому за это вы наказаны, что вы неправильно относитесь к собственному мучению, вам это как бы сказано. Ну, скажем так, сразу как бы подведем итог этой дискуссии, вообще известен, Рамбан победил дискуссии и доказал все, что все толкования, которые приводят этот, как будто бы бывшим Бахор-Яшива, они все извращены, искажены, не соответствуют действительности, или неточные цитаты, или непринятые, да, если ты говоришь, что вы же евреи знаете, вот у вас в книгах написано, вы должны сказать, что еврейские мудрецы именно так это объясняют, а то, что вы берете, выдергиваете какие-то отрывки и пытаетесь себя толковать по-своему, это ваше толкование, у нас таких толкований нет. И вот самое интересное там это то, что приводит этот выкрест, приводит какой-то медраж, в котором вроде бы следует о том, что вот действительно в этом медраше следует, что вот действительно евреи знают, что пришел Иисус, и по-своему, говорит ему рамбан на это, рамбан на ему говорит на это в Барселоне, это ты хочешь мне доказать медраж, это просто медраж, медраж это сказание, он мне ничего не доказывает, могут быть другие медражи, да, и обратился конечно этот выкрест с большим опломбом к королю Барселоны, ну, конечно, Барселона это не король этой самой футбольной команды Барселона, и не города, просто как бы Барселона это была какая-то Каталония, значит, он был каким-то владел какой-то областью, вот, и он значит, вот смотри, этот еврей, да, говорит, что он знаток Тары, и все, он отрицает собственные священные писания, и это поэтому в этом смысле как бы это большая тема, которая, поскольку Рамбан не раскрыл до конца, почему он не принял этот медраж, такой медраж действительно существует, правда, всегда можно сказать, что и так, и на самом деле, что одно дело медраж, и другое дело, как ты его объясняешь, поэтому, так что, объяснение, которое привел этот выкрест, это как бы не общепринято объяснение, на этом можно было закончить, но дело в том, что Рамбан сказал очень существенную фразу, да, это только медраж, из медража ничего нельзя доказать, и в этом плане как бы очень важно и показательно для нас всех, когда мы пользуемся медраж, надо понимать его ограниченное действие, для нас есть медражим, который записан в Талмуде, это другой уровень, все остальные медражим, это интересное объяснение, но оно должно быть как бы авторизировано каким-то большим специалистом, общепринятым еврейским специалистом, то есть каждый из нас, и у нас, особенно в российском мире, я видел, есть очень умные женщины, которые знают всем медражим, как семечки приводят, вот один медраж, вот другой медраж, это интересно, да, но из этого ничего не следует, это на посмор, снова надо посмотреть, кто сказал, какой медраж, и как мудрецы, скажем там уже, типа как рамбан, рамбан, или скажем современные мудрецы объясняют этот медраж, да, потому что медраж это не окончательная истина, как мы знаем, слово медраж означает ледрож, а ледрож означает толковать, комментировать, поэтому с этим осторожнее. В любом случае, вот здесь, да, и значит, один из очень важных источников размышлений или информации о приходе Машиаха является трактат Сан-Эдрин, вот здесь есть так называемый Перек-Хелик, одиннадцатая глава этого трактата Сан-Эдрин, и если вы когда-то будете, я правда смотрел, хотел вам принести как бы русский текст, но на самом деле на русский язык переведено в основном значит, Брахот, трактат Брахот, трактат Макот, есть Бабам Ция, Рафштайн создал Бабу Ция на русском языке, я был его редактором, вот почему-то Сан-Эдрин очень объемистая вещь, она не приведена, поэтому я постараюсь сам какие-то места процитировать, в любом случае, основная тема Машиаха обсуждается здесь на страницах ЦАДИ ЗАЙН, ЦАДИ ХЭД, ЦАДИ ТЭД, то есть, соответственно, 97-я страница, 98-я, 99-я страница, там различные мнения, но когда читаешь, безусловно, поражаешься обилию мнений на этот счет, и вот, значит, как бы, общее мнение, которое не, как бы, не спорит с другими мнениями, вот, я нашел на странице ЦАДИ ХЭД, да, не то, что я нашел, это общеизвестно, страница ЦАДИ ХЭД, 98-я страница, первый оборот, рассказывается там следующее, да, Раби Ишу Бен Леби, Раби Ишу Бен Леби, это уже, на самом деле, Амура, то есть, который жил после периода Раби Иуда Анаси, как мы говорили, это, как бы, хронологически, мы сказали, что есть Танаим до периода составления Мишны в 200 веке, это были Танаим, авторы Мишнает и Брайт, а начиная с 2-го, скажем, 201-й год, все тварцы, мудрецы, которые жили в это время, они уже объясняли, они только объясняли это Мишну, на основании этого был составлен Талмуд, но основы они не, как бы, составили, поэтому, как бы, они рангом это Амураим. Вот Раби Иуда Анаси Бен Леви один из первых Амураим, он сказал так, Мацан Илья Уанави, да, Викаи, Апит Кадемара, вот, Раби Иуда Анаси нашел Илья Уанави, который сидел у входа в какую-то пещеру, да, а это, да, а что это была за пещера? Это была пещера Раби Шимон Бен Юхай, да, то есть, как бы сказать, очевидно, это было в Мироне, правильно, там Раби Шимон Бен Юхай, правда, надо понять, Раби Шимон Бен Юхай или Бар Юхай, это был Тана, да, который был приучителем Раби Уда Анаси, и это было действительно во времена Раби Шимон, Бар Юхай был учеником Раби Акива, смотрите, как бы это все перекликается, то есть, это, скажем, середина второго века новой эры, обратите внимание, я не говорю нашей эры, потому что есть обычно говорят наша эра, наша эра это имеется в виду христианская эра, я говорю, новая эра, да, как бы такое исчисление, скажем, первые годы, они как-то это связывают с Иисусом, но уже показано, что это исчисление, и эти эры, они связаны с каким-то римской хронологией, не имеют никакого отношения к Иисусу, в любом случае, просто знать о чем, как в каком времени говорим, значит, он встретил Ильяу Анави, Амали, Атина, Ла Алма, Де Ати, спасил, ну, немножко, как бы, приходить учить Гемору у меня в классе, сможете понять этот Амир, а он говорит, я доживу до будущего мира, да, до Алам Аббар, сказал ему Ильяу Анави, мир цаадоназы, ну, скажем, что это за адон, говорит, скажем, Мелах Машех, Амал Аббишу бен Леви, я слышу, действительно, да, он видел, что есть там, действительно, Аббишу бен Леви, в этом месте, где находится Ильяу Анави, таким образом, можно ожидать какого-то конкретного ответа, и говорит, Амал Лей, сказал Аббишу бен Леви, Ильяу Анави, Эймат, Ати Машех, когда придет Машех, вот смотрите, как бы, актуальная тема, скажем, в 250 году, новой эры, это актуальная тема, тем более, что тогда, действительно, там, еще, римская эпоха, потом она заменяется Бизантией, это волнует всех евреев, которые там живут, когда придет Машех, Амал Лея, Зил Шайлаю, Лидидей, он, говорит, спросил самого Машеха, вот, как бы, в этом смысле, можно сказать, что с точки зрения Талмуда, Машех уже находится, и можно его спросить, когда ты приходишь, да, он где-то там находится, можно прийти, сказать, ну, когда ты придешь, наконец, да, Тей Хаятев, а где немца, где находится Машех, а Питха, а Питха, города Рима, у входа в город Рим, да, как раз это, как раз эту цитату, привел этот, Пабло Крестьяне, в дискуссии с Рамбаном, он говорит, вот видите, у вас прямо написано, что Машех уже там находится, у входа в Рим, это, как бы, это уже актуально, это реально, не то, что вы говорите, неизвестно, когда он придет, вот он здесь, на это его спросил, король Барселоны, Рамбана, ну, что ты об этом говоришь, сказала, Рамбан, а вы знаете, почему Машех сидит у входа в Рим, а в Рим, как это, как свидетельство римской цивилизации, как мы знаем, римская цивилизация, до сих пор, она, как бы, превалирует в этом мире, почему он на, почему он не входит туда, да, он сказал, да, да, очень интересно, говорит, действительно, как бы, вот факт, действительно, вот у вас в Гимаре написано, что Машех уже находится у входа в Рим, то есть он реально существует, говорит, Рамбан, здесь очень маленькая, как бы, деталь, он находится у брата Рима, но он не вошел туда, почему он не вошел, ну, ну, говорит, как бы, ваше высочество, ваше величество, я вам это скажу с глазу на глаз, пусть там священники выйдут, потому что, значит, они меня растерзают, если они услышат настоящий ответ, ну, что, значит, вышли все, что такое, он говорит, он ждет, когда Рим будет разрушен, когда Рим разрушится, тогда придет Машех, вот, как бы, действительно, как мы знаем, потом, через несколько лет, эта вся дискуссия происходила в 1263 году, это зафиксировано, в 1263 году, где-то порядка, по-моему, если не ошибаюсь, в 1267 году, то есть, до, через 700 лет, до победы в Шестидерной войне, король Барселоны пригласил Рамбана и сказал, ты знаешь, а тут мои там священники, они требуют тебя судить и казнить, то есть, они как бы переварили позор, который ты им навлек, поэтому, давай, как бы убегай отсюда, давай, вот, в этом году, значит, Рамбан отчалил и приплыл в страну Израиля, как символизируя свою веру, как мы знаем, а Рамбан, на самом деле, это был тот, который принес мидраж, Зулгар, Верет Исраиль, его сын, обнаружил это, Верет Исраиль, привел к своим отцу, и Рамбан, как кабалист, стал это популяризировать, понятно, что он был большим сионистом, в этом смысле, и он сразу же, как только, правда, конечно, можно спросить, чего ждал, да, как мы говорим, о тех евреях Украины, которые сейчас бегут в страну Израиля, чего они ждали, могли раньше приехать, вот, ну, в любом случае, когда, как бы, видно, какие-то события происходят, которые заставляют себя, Рамбан приехал в страну Израиля, если вы знаете, я говорил много раз, в старом городе есть, это большая-большая синагога, перед входом в район Котеля-Марави, большая синагога, которая была восстановлена нашими земляками, прежде всего, Вадимом Рабиновичем из Киева, он дал деньги на восстановление этого всего, а там, под, как бы, в минус первом этаже, есть синагога, называется Бет-Кнесет Рамбан, то есть, это подлинная Бет-Кнесет, который Рамбан купил, и он описывает там, что он купил это, это была мастерская по изготовлению козьего сыра, и вот действительно, когда зайдите там, когда никого нет, между молитвами по-прежнему есть острый такой запах козьего сыра, то есть, настолько это все реально, вот, и он, значит, он ответил этому царю Барселону, мы ждем, когда Рим погибнет, и как это отражение того, что написал Рамбан, что победа над врагами, а нашими врагами является римская цивилизация, римская христианская цивилизация, это царство Эдома, как мы знаем, Эдом красный, потому что, как построена эта память Эйсава, как мы знаем, чем отличался Эйсав, он заключался тем, что он говорил красиво, говорил красиво и всех обманывал, поэтому, как бы, мы воспринимаем, как символ существующего царства, по дыгам которого мы находимся до сих пор, это средство массовой информации, которое обманывает народу, выдвигает его всякие соблазны, в любом случае, говорит, спрашивает, спрашивает Рабьюшуа Бен-Леви у Ильяу, пророка Ильяу, Майя Симонея, как я узнаю, там есть очень много, как вы знаете, масса нищих сидела в то время на мосте, было через реку По, есть река По, которая ведет к Риму, и там сидела масса, масса нищих, масса болезненных, которые постоянно перевязывали свои раны, говорит, яти в бейни, ани сувлей халаим, да, то есть, посмотри, там сидит масса бедных и несчастных, которые страдают от всяких болячек, вехулу, шару, ваасири, бехадзибна, ваиу, шари, хад, вясархад, да, говорит он, как ты узнаешь, все эти бедняки, все эти несчастные, болезненные люди, они сперва распускают бинты своих болячек, потом они завязывают, а ани говорит, а тот, кто должен быть машиахом, он, у него нет промежутка, между тем, что он распускает бинты и завязывает, он сразу как бы как бы ослабляет, наверное, какой-то, и сразу их завязывает, почему, потому что он знает, да, 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 я, возможно, меня призовут освобождать народы Израиля, и поэтому, как бы, чтобы не задерживаться, я все эти процессы перебинтовки делаю за один присест. Ну, я точно не могу понять, как это все происходило, но видно, что с точки зрения геморы, амашиах находятся в постоянном напряженном ожидании, что ему, как бы, будет дан приказ, и вот это, снова подчеркивает, актуальность веры в то, что этот спаситель, освободитель придет, да, и только ждет, готов, всегда, всегда был на чеку. Азель Габея, пошел, Рабишуа, Бен Леви, нашел этого человека, Амарле, шалом, алеха, Раби Умори, да, приветствую тебя, мой учитель, сказал он, потенциальному Машиюх, амарлея, шалом, алеха, бар, бар, льони, бар, леви, да, сын леви, как вы знаете, в этом смысле, марал, он же тоже, бен леви, амарлея, лейматай, атимар, спросил у него, Раби Юшу, бен леви, бен леви, бен леви, бен леви, бен леви, Машиях обещал тебе, что ты и отец твой, они тоже, как бы, удостоятся будущего мира, аллах, абах, если бы это не было так, то он бы не сказал тебе, не сказал бы тебе, сын леви, амарлея, он говорит, этот человек меня обманул, как он меня обманул, да амарлея, хайом атина, сегодня я приду, в Элуата, и не пришел, отвечал ему, амарлея, или яу анави, так ему ответил, объясняя слова, потенциального Машия, амарлея, ахи амарлея, хайом имбекуло тишму, да, он сказал, ты не дослушал до конца, он тебе сказал, сегодня я приду, если ты услышишь голос Ашема, который, как бы, предсказал все эти процессы освобождения народа Израиля, пока вы не исполняете законы Тары, и не следуете словам Ашема, как вы можете надеяться на спасение, на избавление, вполне логично, и дальше идет очень интересное, тут я хотел, да, продолжить это можно, как бы, надо было бы, как-то перевести это все, этот тираду, все эти страницы, не так много, но я хочу еще в оставшееся время прочесть еще одно очень интересное обсуждение, есть известный спор между Раби Йошуа, Раби Лезар, вот, ну, как бы, снова, период времени, он гораздо ранний, Раби Йошуа, Раби Лезар, это, это, учителя Раби Акеба, и там они спорят об очень важном моменте, когда, когда придет Машиах, да, то есть, здесь у нас Раби Йошуа бен Леви, а там Раби Йошуа бен Ханина, и Раби Элазар бен Оркенус, да, это люди, которые, как вы помните, были в осажденном Иерусалиме во время штурма римлян в 70-м году новой эры, и им удалось вместе со своим учителем, Раби Йошуа бен Закаем, попасть в Йошуу в Явное, вот там они вели этот спор, сейчас я посмотрю, где это у меня здесь записано, так, много чего всякого, это интересная тема, поэтому я специально отметил, говорит так, Раби Элазар считает так, да, это страница ЦА Дизайн, второй оборот в конце говорит следующее, как бы я веду вам концовку этого обсуждения, Амар Раби Элазар Раби Шууа, Аллок Вар Неймар, Шува Элайба, Шува Элайхэм, Говорите, сделайте Чуву, это из пророка Малахи, и тогда я вернусь к вам, вы хотите освобождение, сделайте Чуву, вы не сделаете Чуву, народ Израиль не сделал Чуву, и поэтому, как вы можете ожидать с приходом Машьеха, Амар Раби Шуа, Раби Шуа с ним не согласен, и спорит, и говорит, Валлок Вар Неймар, Ки Анохи Баалти Бахэм, Валакахти Этхэм, Эхад Мир, Вишнаем Миншпаха, Бэвэти Этхэм, Цион, Ирмияу Анави говорит, Я вас наказал, и я вас теперь возьму силы, я соберу вас против вашей воли, так приводит мой комментатор здесь, Шебал Курхам Игалем, против воли он освободит народа Израиля, то есть не так, как говорит Раби Эльезов, что он ожидает какой-то длительный процесс Чувы, возвращения к Таре, говорит, Раби Юшу, говорит, нет, Ашем решит, и как мы уже говорили раньше из других источников, что сейчас вместо Машьеха говорит, Раби Элель, это сам Акадош Буруху, когда он решит, он возьмет и приведет нас, Амар, говорит, Раби Эльезар, все против него, говорит, Валок Вар Неймар, Бишуву Бинахат, Бишуву Бинахат Тошьену, снова сказано, что Ашем говорит, и это Ишая О'Нави говорит, что только когда будет Хазара Бичува, тогда Ашем приведет нас и приведет нас и освободит. Амар, Раби Юшу, Перехожу на страницу Цадь Ихеда Мудалев, говорит так, и объясняет следующим образом, он говорит, что когда мы будем что такое базуй, базуй, когда мы будем унижены, из-за чего мы будем унижены, так понимает Гимара, и так понимает Раби Шо, когда мы будем унижены из-за проступков, которые мы совершаем, и нарушения Тары, да, Гамкен и Гален, несмотря на это, он нас освободит. Таким образом, мне нужно Чубы. Амар, Раби Леду, Алок Вар Неймар, им Ташув, Исраэль, Нумашем, Элай Ашув, да, снова он приводит из-за проеки Ирмияу, который, как бы, доказательство того, что Ашев вернется только при условии, когда народ сделает Чубу. На это отвечает ему Раби Юшу, Алок Вар Неймар, он говорит, И дальше я вам сейчас прочту завершение этого спора, а потом мы вернемся к этому аргументу Раби Юшуа, Вишатак, Раби Эльевзор. Вот это последний аргумент, что значит Шатак, он замолчал и больше уже не спорил. То есть он признал этот аргумент и эту позицию Раби Юшуа, что не требуется Хазараби Чуба для того, чтобы начать процесс возвращения народа Израиля в страну Израиля, не требуется, чтобы мы все в Европе и в Африке и в Америке сделали себе Бал Чуба, потому что он говорит, что здесь говорит, придет время, это, да, я вам привел это из-за пророка Даниэля, он говорит, что ле моед муадим вахаци ухихлот нафац яд, когда, значит, наступит моед муадим, скажем, сейчас не будем вдаваться в подсчет, что это такое моед, а сказано, что есть какое-то определенное время, да, наступит это определенное время, и еще одно условие очень интересное, которое приводит Даниэля, пророк Даниэль, когда он предсказывает возвращение народа Израиля, он говорит, в кихлот нафац яд амкадош тахэлено коль эйлу, что значит кихлот нафац яд амкадош, переводит здесь в комментах, говорит следующее, что когда народы Израиля, евреи, перестанут вмешиваться в дела других народов, да, будут заниматься своими делами, то тогда придет освобождение, бешатак, раби Элиезар, кемашма, да, и потом, да, дальше, еще последнее соображение, говорит, говорит, раби Иешуа, и это надо тоже сказать, он говорит, даже если с точки зрения твоей раби Элиезар, ты прав, и требуется чува, каким образом это совместить, эти оба мнения, он говорит, я во мелах, кашек и аман, придет какой-то еврейский, не еврейский царь, какой-то правитель, хуже еще, чем аман, да, и в силу этого сразу все делают чуву, и в станут евреи, да, как бы можно было ожидать, что это Гитлер, потому что Гитлер это из семени Амалика, но мы знаем, к сожалению, что народ Израиля тоже не совершил в силу этого чуву, это очень непростой процесс, в любом случае, как бы из нескольких источников здесь еще, еще несколько интересных источников, не буду, как бы вам морочить голову, учите Арамид, учите Талмуд, все там, вы это найдете, и как бы, я хочу подытожить, основное, конечно, это, поскольку мы евреи-аллахи, нас интересует Аллаха, Аллаха это Рамбам, да, Псак Аллаха, когда, скажем так, если у нас нету под рукой Шуха-наруха, и мы не знаем точно, что говорит Рабью Севкаро, то тогда мы возьмем Мишна Тура Рамбама, потому что все, что он говорит, это тоже на основании Талмуда, Пусак Рамбам, да, что есть какой-то процесс проявления Машеха, сперва есть какой-то правитель Израиля, да, даже, как бы, то, что он там неверующий, ничего не выполняет, и нарушает, и терпит поражение с врагами, это, конечно, он вообще не подходит как бы под эту категорию, но даже если появляется какой-то правильный царь, верующий, что-то делает, но главное, что он не делает, он не направляет народ на пути Тары, и народ его не слушает, значит, он несостоявшийся царь, примерно, как бы, а когда придет Машех, на это дает Рамбам ответ, мы должны постоянно ожидать его прихода, человека, человека, да, который, обратите внимание, люди путают, есть действительно, в одном месте в Гимаре сказано, что Бет Амигдаш спустится с неба, Машех не должен спуститься с неба, вот по всему этому мы видим, по словам Рамбама, что это кто-то, какой-то человек, который в какой-то момент реально будет жить среди нас, и проявляет свои качества, что он действительно, как в этом смысле, безусловно, является посланником Ашема, потому что он делает правильные вещи, те, которые предсказаны в Тарии, преуспевает в этом, вот таким образом, этот реальный человек выявится, что он и является Мелаха Машех, до следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова